Доброе утро. Как ты? Из ванны, скажем так. Что ж, сейчас 6 утра. 6 часов утра. Мы с Егиней Леной. Как этот выпуск будет называться? Переспали с Егиней Леной? Это не так нравится, когда я пошлю. Но мы же переспали. Как бы так, как сказали бы в каком-то фильме. Технически же мы переспали, в любом случае. Такое утро. Утренний серфер. Неужели такие большие волны сейчас? Ну да, волны есть, классные. Этот провод, он меня смущает, конечно, скажу честно. Так вот красиво видит, красивый этот провод висит. Так, это мы вчера постирали вещи. Это я почистил свои тапки. Что мы сейчас делаем? Такси уже есть, ну, будет, я надеюсь, через полчаса. Я сейчас несу вниз наши чумуданы. Ну и все. Да, ну, вроде все гладко пока на словах. Единственный нюанс в том, что Лену почему-то вчера невозможно было зачекинить. То есть, я по своему билету зачекинился нормально, а Лена нет. Сейчас посмотрим, по что это выйдется в итоге. Но надеюсь, все будет нормально. Гейский чемодан. Мои любимые кроссы. Одни из. Лени сказал, что в Дели температура, знаете сколько? Какая погода в Дели? Плюс сорок градусов. Плюс сорок. Это вынос мозга. Я думал, что туда мы хоть долетим и там хоть будет какая-то прохлада, а не вот этот тропический зной. А там еще хуже, чем в Гоу оказалось. Я-то в Дели был когда? Обычно. Когда? Ну, декабрь, январь. И там прикольно. И там прикольно. Ночью вообще холодно, скажем так. А сейчас что делать? Вот это вот 20 потов будет сходить. Это, конечно, страшно. Еще эта грязь вся. Но я думаю, что я, скорее всего, забронирую номер, в котором я уже жил в последний раз, как сказала бы Лена Крайний раз. И вот этот номер... Ну, там ничего вообще, в принципе, хорошего нет в Дели. Там все или Royal, или International из гостиниц, так чтобы вы понимали. Вот Royal and International примерно такой. И вот этот Мединат, или как я... Я просто помню, что я рекомендовал его всем, типа, что он неплохой для Дели. И я, по сути, знаю, что там где находится уже, то есть не надо будет там ориентироваться, снова учиться по местности. И мне прикольно было, потому что там прям такая жесть жестяная была. То есть там и люди, которые в целлофановых палатках живут там, да, там и костры они жгли, и сам рынок этот самый жесткий такой, и индийский тоже там находится. Поэтому я надеюсь, что будут такие же эмоции, как у меня тогда, когда я там был, и я с вами этими эмоциями смогу поделиться. Да, это нелегко, конечно, чемодан тащить с самого вверху, когда еще вот так узко здесь. Вы знаете, я сейчас тащил и вспомнил, как же мы, как я впервые тащил этот чемодан моей бывшей, сумку с 20 какого-то этажа, так чтобы вы понимали. Я же рассказывал, лифт не работал, это была жопа, я, наверное, никогда это не забуду, а 100% никогда в доме нет света, нет отопления. Лифт не работает, темно, 6 утра, или 5 с копейками, я вот это вот сношу чемодан, мы вызвали два такси, на всякий случай. И ни одно, по-моему, не приехало, вызывали потом еще одно такси и чудом добрались до автовокзала. 6.47, что-то таксист не звонит. Нету еще что ли? Нету. Вот будет весело, если нам сейчас придется искать так же такси, как я только что рассказывал, чтобы успеть. Ну, я надеюсь, ты никого заказал, который меня до макокарды у нас после бурной вечеринки, и два часа как не делал алкоголь. Ну, я не знаю, может быть, это он. Я заказал на главной улице, и там серьезная женщина сидела. Нормально, не подвел индус. Такси на месте. Пустая главная улица Орамбольска. Так, не знаю, поместится ли чемодан? Вот почему я побаиваюсь брать мини-купер. Есть мини-купер в Украине, кабриолет. Я боюсь, что там багажник еще меньше, чем здесь. Нифига не поместится. Как Махараджа, да? Кучки, мои господа. Едем нормально. А, номер был кардиционер. Да, я думал, приедет крутая тачка, там, хотя бы этот Сузуки, который здесь гоняет. Обычный свифт с кондиционером, но хорошо, что сейчас утро и прохладненько. Слава богу, что мы не подняем. Мы же нашим. Сейчас будем проезжать здесь достопримечательность, Лена, здесь называется Орамбольский носок. Понимаешь? Да. Орамбольский носок на месте, все в порядке. А вообще, я сейчас еду и думаю, а когда вообще я сюда попаду в следующий раз? То есть, непонятно же, но не хотелось бы попасть в октябре. То есть, не хотелось бы, но не из-за войны. Потому что, что это все говно закончилось, и попасть сюда как турист, а не как беженец, в принципе. Вот так вот я хочу. Действительно, непонятно, если все будет нормально, как сложится в жизни. Так что, до свидания Орамболь. Когда-то увидимся. Все, мы в Монахаре. И сейчас будем вытаскивать все провода, все зарядки, все, что можно вытаскивать. Вот хуже, чем в Индии, я этого нигде не видел. Просто все провода. И ты забыл какой-то проводок где-то, и тебя остановят, и будут у тебя рыться в этой сумке. Просто ужас. Зачем доставать провода, я не знаю. Но они любят провода. Ты же в Виталской? Кстати, да. Они, видимо, те провода, которые остаются в аэропорту, они их потом подвешивают в гостиницах, чтобы они торчали. У них как, ну, за новогодние гирлянды. У них провода. Что мы сейчас будем? Сейчас мы будем взвешивать вещи. А у нас на двоих 40 кг. Вот мой баул непальский. Блин, 12 килограмм. 12,4. Это нормально? Ну, сейчас будем, да. Он пойдет ленью в багаж. Давай твой маленький чумудан. Сколько он весит. Это вот, типа, ленья пойдет. Если не поместится в 20 кг, сейчас придется что-то придумывать. 15 кг. 15 кг. Отлично. Отлично. Видите? И вообще какая-то эконом-вариант. Купила. Я прилетела, у меня было 10 не было, 9 кг. Ага. 27 кг. Как-то с арифметикой у Егинь не очень хорошо. На 7 кг больше. Рюкзак 10. Ну, да, да. Там еще одну маленькую сумку, можно под сидение. Это жопа, ребят. 26 кг. 27 кг. А у нас 40 на двоих. Я прилетала, я была в команду на Барсом. То есть, я помещалась, у меня все максимально тяжелые вещи должны быть. 12 кг. Я думал, что у меня будет, ну, 5, ну, 7. 12. А здесь я думал, что еле будет 20. А здесь 26. Это вообще точно в килограммы? Блин, да. Весело. Ну, там еще типа можно маленькую сумку. То есть, рюкзак, чемодан и маленькая сумка. Ну, вот я стараюсь из этого чемодана и своего в сумку переложить все. Сейчас из того еще в рюкзак постараюсь. Пропустят меня с этой сумкой или нет, посмотрим. Распихали как только могли, еще и на себя напялили какие-то вещи. Сейчас будем смотреть. Пройдет или не пройдет. Чудом мы как-то поместились. Мне пришлось оставить тбилисское полотенце, которое я в Тбилиси купил. Боушное. И треники, в которых я бегал все время. Потому что у меня этих треников теперь дофига. Грустно. Грустно, что пришлось, но что делать. Я купил легкое полотенце в Декатлоне. И вот так вот предал свое тбилисское полотенце. Ну, куда его? Оно было реально очень тяжелым, таким большим, объемным. Вот можете посмотреть, сколько всего нужно доставать в индийском аэропорту. Просто все, что можно и нельзя. Ну что ж, Лени Кравиц нас провожают. Самец. Тебе нравится Лени Кравиц? Ты видел его усы? Ну, у него усы. Он нехороший. Не усики, а пропуск, знаешь куда? Да, ему даже не смутило, что я это рядом с тобой. Сальвадор Дали отдыхает с этими усами. Кстати, очень похожий. Ну, знаешь, какой? А у них же вот эта вот философия, у них и Камасутра. Ну, тут люди прокаченные с детства, вот чем тебе скажу. Поэтому я тебе рекомендовал бы познакомиться поближе с этим мужчиной. Он со мной вот так поближе. Он, конечно, не Лени Кравиц. Так вот, ты видела, как он близко подходит? Выглядит не как Лени, но... Ну, так Ленин... Лена и Лени, понимаешь, если бы Лени Кравиц к тебе подошел. Что бы ты сказала Лени Кравицу, если бы он к тебе подошел? Послала бы его или сказала Лени, давай замутим? Послала бы, так. Чем тебе еще и Лени не угодил? Ну, ладно, если мы сегодня просто спали, если бы ты отвергла бы Лени, то мне нормально, мне это льстит. То есть я где-то с ним на одном уровне. Уже хорошо. Так, девятый гейт у нас. С усами, он звезда. Посмотри, вот он. Да посмотри, вот же он. Да, видишь, он рисовал бы, где еще он? Один в один, с него рисовали. Смотри, какие они все губастенькие. А вот этот вот водитель, видишь, какой он тактильный? Он, причем, боязливый очень. Да, боязливый он так бибикает, но мнет он, конечно. Стесняюсь, стесняется. Спасибо большое. Что-то я так безалаберно передал паспорт. Слушай, снимаю. Всегда надо снимать. Я не могу без съемок. Лена меня успокаивает, что это полотенце-путешественницо. Оно не хочет домой. Не хочет домой. Ну, оно вообще было сделано во Франции. Представляешь, полотенце «Made in France» написано. То есть это именно, ну, сейчас все в Китае или в Турции делается. А это «Made in France». Я взял его в Тбилиси. Полотенце-братюня, оно помогало мне, понимаешь? Оно меня вытирало, мое бренное тело. Твою грязную жопу. Оно везде было со мной. Оно путешествовало по миру. И тут я взял, предал его и оставил в аэропорту. Ты не предал, ты не... Оставил на курорте. Давай так. Теперь оно будет вытирать бренное тело индийца какого-то. Да. Ну, сто процентов. А если попадет в каком-нибудь садку... О, точно. Какого-то бабу будет вытирать. Будет просто супер. Ладно. А треники? Ну, треники, что сказать. Треники – это треники. Я там оставил туалетную бумагу в кармане, когда стирал. Поэтому что-то они там уже и так неважнец выглядели после стирки. Лен, как ты себя ощущаешь в кишке? Как в прямой кишке? Понятно. Так тепло. Влажно. Тебе не пахнет? Да. На самом деле, индийцы не пахнут. Вот почему-то в Одессе индийцы пахнут в маршрутке. А в Индии они не пахнут. Очень странно как-то это все происходит. Мы с Леной элитка, потому что летим Вистарой. Вистара – это крутая компания. Я думаю, что они какие-то там коллаборируют с британскими какими-то авиалиниями. Ну, покормят мне невкусно, но лучше, чем Air India, я думаю. Все. Улетаем из Гоа. Пять месяцев я здесь пробыл. Дольше, чем где-либо. Все. Ничего не видно уже. А в Дели того будет хуже. Там будет такая дымка, что я надеюсь, вообще, в принципе, пилот сможет рассмотреть. Взлетную полосу, когда будет приземляться. Слушай, я думаю, будет всем интересно посмотреть, что здесь да как. Что дают. Non-wedge. Breakfast. Вилочки. Водичка. Сейчас я открою, покажу вам, что тут внутри. Ну, вот, видите, омлет с какой-то штученцей и с помидорами. Ну, вообще, мне нравится, как Вистара все делает. И, в принципе, это выглядит достаточно достойно для индийских авиалиний. Сейчас буду пробовать, но думаю, что будет неплохо. Это было прям очень вкусно. Вы знаете, я удивлен. Классный омлет. И вот эта вот штука, которая здесь была, это картопляник. И он даже не стыдный. Даже для Украины, представляете? Удивительно. Рекомендую народу летать. Вистара, если есть такая возможность, то если вы передвигаетесь по Индии, то Вистара хороший вариант. Ну, в принципе, нормально. Я думал, дымка будет сильнее над Дели. Снова трущобы. Где-то там с Ленкой мы будем жить. Достаточно мягко приземлился. Что? Читаю, у нас женский чат. У нас девчонки, которые ехали в боксу. Ага. Когда мы с тобой собираемся, они там мерзнут. Холодно? Пока что. Ну, ночью, по-моему, плюс один. Плюс один? Там, где мы будем? Да. Кошмар. Придется согревать друг друга. Естественно. Да е-мое. Ну, а куда деваться без этого. Я не знаю, твои шутки. Ха-ха-ха. Ну что, мы в Дели. Как ты себя чувствуешь здесь? Так же, как в прошлый раз в Дели. Никак. Ну, я взял такую гостиницу. Я в ней уже жил. И это просто будет, это будет смех. Посреди, я все время забываю, как называется этот базар. Там прям выходишь на улицу, эти мулы ходят. Это кто? Мулы, курицу продают, такую грязную везде. Там такая, ну, разруха была. Я не знаю, как сейчас. Ну, покажешь. Ага. Возможно, я там еще не знаю. Знакомые ручки. Как только у кого-то видите видосики эти руки, знайте, это Дели, аэропорт Дели. Так, ну что, мы, вот, как вы поняли, уже в аэропорту. И здесь можно, вон, вон там, вон можно взять и такси не вызвать. Они здесь стоят. И государственная цена идет на такси. Они все разбесканы, эти машинки. Конечно, если хочется какого-то экзотики, то прикольно в этом плане. То есть, вот такую разбесканную тачку сели и поехали. Вот, вот они. Но мы, типа, идем сейчас на Uber. Потому что есть такое у нас мнение, что Uber стоит так же, а он хотя бы может быть скандером. Потому что 40 градусов жары в Дели. Кто бы мог подумать, да? 40 градусов в Гоа 34, а здесь 40. Лен, догадайся, какая машина нас будет забирать? Какая марка? Как ты думаешь? Я думаю, что, скорее всего, в Сузуке. Но это, видишь, не со мной. Бентли это, видишь, с другими. Может, Шива тебя пошлет и айфон, и типа с Бентли. Пока только на Сузуке. Пока только на Сузуке. Но, знаешь, с Милой мы на Сузуке отлично, как на Бентли, мне кажется. Я знаю, да. Вот и наша Сузуке подъехала. Да, ребят, мы на таком люксе, как говорят, тяжелом сейчас. Нам ехать 20 километров. И 400 рупий будет с копейками стоить. Это 200 гривен. Ну, мне кажется, это вообще немного. И мы, не знаю, посмотрим. И по времени Лена спрашивает. Типа 45 минут, где-то так. И что сказать, посмотрите. У нас кондер есть. У меня есть подушка безопасности на всякий случай. И вот козырьки в полиэтилене у нас тоже есть. Так что правильно мы сделали, что заказали Uber. Потому что на вот этой вот государственной службе такси, если ехать на таких такси, то там прям могут быть вопросы. Да, там колесо может отвалиться, кондиционера там в принципе не бывает. Малышка. Посмотри. Хоть и хоть. О, не только. Так, ну ты что-то там нагулял? Спрашивает мать. Это не мать, это вроде муж и жена. Это она нагуляла. Не-не-не. Да, это мужик. Посмотри, у него лоб какой низкий. А, ты так разбираешься? Конечно. Ну, я не разбираюсь, но мне кажется... Это она с гулянок пришла. Сегодня что суббота, конечно, она в пятницу вечером пошла тусить. Ну, я надеюсь, она не играет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...